Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Чернявская. Не секрет, что Самарский государственный университет путей сообщения всегда готовил лучшие кадры. Это при том, что профессия железнодорожника очень сложная. Она требует оперативно решать задачи при дефиците времени, но с каждым годом студентов становится все больше. Мы решили разобраться, в чем же так привлекательна эта профессия. Поговорим мы сегодня о преимуществах обучения в отраслевом транспортном вузе, так как на сегодняшний день сам ГУПС является самым крупным университетским комплексом Поволжского федерального округа. В этом году в главном вузе и его филиалах обучается более 23 тысяч студентов. Такой подход к подготовке будущих профессионалов – давняя и многолетняя традиция вуза. Я представляю гостей в студии – директор Самарского государственного университета путей сообщения доктора технических наук, доцент Дмитрий Валерианович Железнов и проректор по связям с производством Самарского государственного университета путей сообщения доктора технических наук, профессор Тарас Евгений Михайлович. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, мы работаем по традиции. В прямом эфире специально, чтобы вы, уважаемые телезрители, могли к нам дозвониться и задать свои вопросы. Телефон увидите на экранах, дозванивайтесь. Программа у нас позволяет задать вопросы. Обещаю, будет сегодня очень интересно. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Ну что же, Дмитрий Валерьевич, первый вопрос, пожалуйста, к вам. Ваш вуз является ведомственным, и вы готовите специалистов только для своей отрасли, или они могут работать и в других отраслях экономики. Вот в чем преимущество того, что вы являетесь ведомственным вузом? Ну, самое главное, то, что у нас есть генеральный заказчик, генеральный партнер. И подготовка кадров в нашем университете, она в значительной степени отличается от подготовки в других технических университетах. Это прежде всего выражается в той части, что практика проводится на рабочих местах непосредственно в той компании, где будет в дальнейшем трудоустроен наш выпускник. Контрольные цифры приема формируются на основании заявок государства, которая во взаимодействии с Акционерным обществом Российской железной дороги определяет потребность, которая возникнет именно в год выпуска. И, соответственно, потенциально каждый абитуриент, который к нам приходит, он уже обеспечен рабочим местом по завершению. Ну и в процессе обучения практика проводится на рабочих местах. Мы даем во время обучения возможность получить ребятам рабочую специальность. Как правило, студент к третьему курсу на практике едет уже, имея рабочую специальность. К четвертому у него, как правило, две рабочих специальности. Соответственно, это дает возможность предприятиям холдинга РЖД предоставлять оплачиваемые рабочие места, потому что наш студент готов. И он получает практические навыки. Соответственно, по завершению наши ребята адаптированы и готовы для работы в компании без длительного процесса адаптационного. Это вот самое главное преимущество. Одним из главных двигателей идеи профессиональной общественной аккредитации вообще является наше железнодорожное ведомство. Ну и наша отрасль непосредственно формирует требования к специалисту. Не случайно у нас есть программа специалитета, то есть мы перешли не в полной мере, мы лишь частично перешли на систему бакалавриат-магистры, хотя есть у нас и направление бакалаврской подготовки. И эта сложность именно работы в отрасли позволила получить вот такую исключительную возможность. То есть пятилетний срок обучения в нашем ВУЗе, это по дневной форме, я имею в виду, это норма для большинства обучающихся. Спасибо. Вопрос к вам. Евгений Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот в каких сферах на сегодня востребованы выпускники САМГУПСа? И, конечно же, в стране, в регионе какой процент трудоустройства выпускников? Все ли выпускники ваши не распределены? И в какие регионы? Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Ну, наши выпускники, в общем-то, работают не только в транспортной, в железнодорожном транспортном процессе, но они работают и в городском хозяйстве. Это у нас работают наши выпускники и в метрополитене, в нашем городском метрополитене, и в городском рельсовом транспорте, это трамвайно-троллейбусном управлении работает. Но основной, конечно, наш потребитель и наш заказчик – это Куиберская железная дорога. Ну и также еще сателлиты, как скажем, наши, это пять еще окружных наших в окружении железных дорог. Это Южноуральская в Челябинске, это Горьковская, это Приволжская в Саратове и так далее. Таких дорог у нас пять. И должности, наверное, самые престижные, как я понимаю, это инженерные должности. Наш вуз, являясь отраслевым вузом или ведомственной, как вы заметили, еще сохранил, как Дмитрий Валерьянович здесь отметил, инженерные специальности. У нас пять специальностей инженерного профиля готовятся. И пять укрепленных групп специальностей, и самих специализаций, 11 специализаций готовятся. И выпускаем мы инженеров, в основном выпускаем инженеров. И эти вузники наши трудоустраиваются практически 100%. Цифра показывает, что в нашем регионе трудоустройство 93% в прошлом году было. И трудоустроительство на предприятии, все-таки больше транспортной отрасли, естественно, потребителям, как я уже отметил, это Куйбергская железная дорога. Занимает, естественно, инженерные должности. В основном занимает инженерные должности. И престижность нашей профессии, вот этих всех пяти специальностей, она заключается тем, что имеет возможность наши выпускники работать в таком крупном холдинге, как ООО «Российская железная дорога» со 100% уставным капиталом. То есть это как государственная структура. И, естественно, как такая крупная холдинговая группа, компания, она дает огромные социальные гарантии. Нашим выпускникам дается, это и жилищная программа, это и программа здоровья, и программа молодой семьи и так далее, там подобное. Очень большие гарантии студентам дается. И зарплата достаточно приличная наших выпускников. Стартовая зарплата там, ну, что-то около 30 тысяч рублей уже стартовая. То есть это действительно показатель того, что вы пускаете именно качественных подготовленных специалистов, которые принимают в такой крупный холдинг. Ну что же, я благодарю вас, просто предлагаю ненадолго прерваться. У нас есть сюжет именно о вашем ВУЗе. Я предлагаю его посмотреть и особое внимание обратить на этот сюжет абитуриентов, которые хотят учиться именно в этом престижном ВУЗе. Внимание на экран. Звучит торжественная песня. Гимн «Сангубс». С таких напутствий начинается каждый новый учебный год в этом ВУЗе. Вот уже больше 40 лет подряд. Впервые появившийся на карте России еще в 1973 году, сегодня это учебное заведение считается крупнейшим транспортом университета Поволжья, филиалы которого на той же карте теперь едва умещаются. Самарский государственный университет путей сообщения – это не просто ВУЗ, а целый университетский комплекс, который помимо Самары представлен в Оренбурге, Уфе, Рузаевке, Орске, Пензе, Саратове, Алатаре, Ртищеве, Казани и Ижевске. Представившие оборудования ИСК-400Г с емкостью 400 номеров уже не соответствуют необходимым требованиям. А так каждый учебный год традиционно заканчивается. Студенты шести факультетов ежегодно успешно защищают дипломные работы и отправляются покорять транспортно-логистические предприятия страны, где и отстаивают честь родного ВУЗа. Сегодня в СамГУПС обучается почти 25 тысяч молодых людей из 15 субъектов Российской Федерации. И каждый из них может приложить свои силы к исследованиям по самым актуальным научным направлениям, среди которых газотурбинные технологии и газомоторное топливо, инновационные подвижные составы, энергосбережение и энергетическая эффективность, транспортная безопасность, алюмоводородная энергетика, высокоскоростные пассажирские транспортные системы и логистический анализ развития транспортных систем. А этот молодой человек — гордость ВУЗа. Его имя известно и в родном университете, и в регионе. Послужной список его достижений — это доказательство того, что студенты СамГУПС могут развиваться не только в учебном, но и творческом, и личностном плане. Студенты Самарского государственного университета путей сообщения ежегодно принимают участие в значимых федеральных проектах. Только за последние несколько лет они успели поработать в составе стройотрядов на главной олимпийской стройке страны, а после уже в роли волонтеров на самих Олимпийских играх в Сочи. Вот наш ректор, ну и еще начальник дороги там все, они бам, строили. А мы строим Олимпийские игры. Есть что рассказать? Как приняли нас тепло здесь? Хорошо. То есть условия какие идут благоприятные, люди объясняют, мастера, прорабы. Каждый знает свое дело прекрасно, и нас учат этому. Потому что мы будущее поколение, нас нужно обязательно готовить. Со спортом у студентов СамГУПС тоже все складывается. Имя выпускника Самарского университета Стамислава Донца, признанного чемпиона мира по плаванию, сегодня известно практически каждому. Руководство вуза уделяет большое внимание массовому спорту и пропаганде здорового образа жизни. Студенты же имеют постоянный доступ к современному спортивному комплексу, оборудованному плавательным бассейном, тренажерным залом, залами настольного тенниса, борьбы, бокса и игровых видов спорта. Участие в международных образовательных проектах, программах обмена и обучения иностранных студентов. Это то, без чего современный вуз и не вуз вовсе. Самарский государственный университет путей сообщения в этом вопросе на пике моды. И неудивительно, на существующей базе местные преподаватели могут такое, чего и некоторым иностранным вузам не снилось. В университете уже действует Центр неразрушающего контроля объектов железнодорожного транспорта, Испытательная лаборатория охраны труда и промышленной экологии, Научно-образовательный центр сертификации, диагностики, экспертизы энергетической и промышленной безопасности, а также малые инновационные предприятия. И все это далеко не предел. Всего два года назад Самарский университет стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов инии России», а после вошел в число победителей третьего конкурса на предоставление грантов ООО «РЖД». Если кому-то нужны доказательства, обо всем этом студенты СамГУПС готовы рассказать лично, а если что, даже показать. И уж плохого они точно не посоветуют. Итак, это программа «Город С», это прямой эфир. Дозванивайтесь, пожалуйста, к нам, уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Скажите, пожалуйста, а насколько престижно, интересно учиться в ВУЗе? Мы посмотрели потрясающий, на мой взгляд, сюжет, уникальный кадр из строя отряда, и ваши студенты на Олимпиаде принимали участие. Расскажите, пожалуйста. Ну, участие в Олимпиаде, если заинтересовало, то, во-первых, наши ребята строили олимпийские объекты, ну, участвовали наши отряды в строительстве олимпийских объектов. Это большой опыт, и наш отряд, он был в числе победителей, именно соревнования, которые между отрядами происходило. Но это не единственная стройка крупная, на которой наши отряды выступали в этом году, например, наш отряд был на строительстве космодрома «Восточный», принимал активное участие, первое место именно занял наш отряд. Мы, в общем-то, строим объекты нефтегазовой промышленности там на Ямале. В этом году работали на, скажем так, на раскопках археологических при строительстве нового моста в Крым, который строится. Сейчас идет первая предпроектная работа, тоже активное участие ребята принимали. И вторая часть участия – это наши волонтеры, четыре человека принимали участие, участие, именно внутри Олимпиады находились. То есть, собственно говоря, есть соответствующие артефакты, которые сегодня в музее нашего университета представлены. То есть мы и при подготовке поучаствовали во время проведения. Поэтому, думаю, наш опыт будет востребован при проведении чемпионата мира. Кстати говоря, наш филиал в Казани, активное участие и в подготовке универсиады, универсиады, волонтеры наши отличились на университетах. То есть большой опыт работы университетская команда волонтеров, она заметна на общероссийской даже карте. Общественная жизнь очень насыщена, очень интересна. Это понятно. А расскажите об учебном процессе студентов. Как они учатся? Какой научно-преподавательский состав? Это ведь очень важно, чтобы подготавливать именно профессиональные кадры. И качество образования сегодня, насколько мне известно, очень высоко котируется. Да. Мы университет и, соответственно, все требования, которые предъявляются в современных условиях университету в части квалификации профессорско-преподавательского состава, мы их выполняем, мы соответствуем. То есть если должно быть 70% уровня степененности, мы его имеем. Если положено 10% по докторам наук, мы тоже эту планку выдерживаем. Но для того, чтобы подготовить качественного выпускника, надо, чтобы совпало, три вещи. То есть первое, это должен быть качественный абитуриент. Второе, должен быть качественный профессорско-преподавательский состав. Ну и третье, должна быть материально-лабораторная база, техническая база университета, которая позволит реализовать возможности. На выходе мы получаем качественного специалиста. Но это то, что касается теории. Что касается практики, наши козыри, это взаимодействие непосредственно с крупной отраслью. Но непосредственно, вот, например, мы сегодня в разговоре уже говорили, 4-го числа состоится встреча ректоров транспортных университетов с Олегом Валентиновичем Белозером, главой РЖД. Вопросы будут рассматриваться именно взаимодействие транспортного образования, вопросы науки транспортной, потому что мы научно-образовательный комплекс, они будут рассматриваться именно на этой встрече. Поэтому мы не обделены, конечно, вниманием. Например, готовится 10 декабря пройдет технико-технологический совет по подготовке кадров совместный. Это заседание ученого совета и ТТС Куйбышевской железной дороги. То есть мы каждый месяц практически проходим мероприятие совместное с Куйбышевской дорогой, то есть с компанией РЖД, цель которых это прежде всего качество обучения, качество совершенствования. Для студентов дает, они у нас, получается, на выходе готовые для работы в компании, потому что у нас нет ничего лишнего. Например, мы занимаемся такими вопросами, как корпоративная этика, как дисциплина. Понятие транспортной безопасности мы, ну прямо, может быть, грубовато скажу, вбиваем что ли в голову. То есть они, как то, что говорится, с молоком матери впитывают вот эти вот азы. И когда люди приходят на производство, то что с рынка труда приходят люди, они не готовы, они не знают вот эту нашу кухню транспортную. Мы с самого начала, потому что у нас и практиков достаточно много присутствует. И вот количество вот этих практического взаимодействия во время обучения, оно, конечно, кардинально отличает. То есть мы никогда не снимали с себя задачи подготовить именно гражданина Российской Федерации. Поэтому у нас воспитательные программы. Мы их ни на один день не ставили, что мы только учим и все. Нет, мы всегда воспитывали, и нам нужен именно транспортник. И транспортник и патриот в то же время. Вот это вот наши, как бы, козыри. Очень приятно, очень приятно слышать. Евгений Михайлович, у меня к вам вопрос. Скажите, а какие перспективы открываются для ваших выпускников? Вот что дает работа на Куроческой железной дороге? Перспективы карьерного роста, социальные программы? Озвучите, пожалуйста, что получает ваш выпускник в итоге? Ну, если с самого начала начинать, то с профориентационной работы. Дело в том, что, как уже было отмечено нашим партнером генеральным, является это Куйбышская железная дорога. И мы совместно с Куйбышской железной дорогой занимаемся профориентационной работой. Вот с этого начинается уже, как бы, будущий специалист. Дело в том, что мы выпускников готовим не для сосредоточенных предприятий для Самары, а мы готовим для распределенной Куйбышской железной дороги и также остальных еще четырех железных дорог, которые рядом нас окружают. Поэтому у нас осуществляется целевой прием. И порядка 70% наших выпускников – это студенты-целевики для железных дорог ООО РЖД, а также метрополитены и трамвайные троллейбусные управления. Ну и так как они собираются с разных школ, с периферии, разным уровнем подготовки, и поэтому у нас довузовская подготовка вместе с железной дорогой подготовлена. И мы в этих школах, мы готовим их уже к поступлению в ВУЗ, но и, естественно, готовим уже... Наши преподаватели выезжают, читают лекции там у них, ведут занятия. И это дает нам то, что студенты, то есть абитуриенты к моменту поступления выравниваются... Осознанно идут. Да, они осознанно идут, профориентационная работа осознанная, потому что там профориентационной работе занимаются работники линейных предприятий, которые там же находятся. Потому что наша цель какая? Это взять с линейной станции студента, абитуриента, сделать из него специалиста и вернуть назад. Вот эта вот задача вернуть назад, это очень сложная задача, потому что многим хочется остаться в городе и так далее. Но благодаря вот такой слаженной работе Курибской железной дороги и большим огромным программам, и льготным программам, которые представляются студентам, выпускникам, молодым специалистам, то они охотно возвращаются. Ежегодно у нас идет распределение в марте месяце, то есть то распределение, которое было во времена еще Советского Союза, у нас оно сохранилось. И в марте месяце приезжают кадровые службы, работе кадровых служб всех железных дорог у нас, и они как бы наших... Ну, то есть проходят процедуру распределения. Такой доброжелательной атмосферы происходит распределение, и все практически 100% выпускников у нас распределяются на свои рабочие места. Студенты-целевики, которые у нас обучаются, вот 70%, которые... Они заключают договора уже с этими предприятиями до поступления еще в ВУЗ. Им идет доплата. То есть заранее знают уже, где они будут работать. Да, где они будут. И обязательно они проходят практику на своих местах. То предприятие, которое направило, они отслеживают за карьерным ростом, как они у нас проходят обучение, успеваемость у них там, какие замечания они имеют, и к ним доплачиваются стипендии еще. Доплата есть от предприятия. По заказу железных дорог и этих предприятий, они выполняют дипломный проект реальный. И для этого железные дороги выделяют гранты в размере 49 тысяч рублей этому студенту, который пишет по заказу железной дороги дипломного проекта. И эти дипломные проекты внедряются на предприятие, потому что там с нашей стороны это руководитель дипломного проекта, а с той стороны предприятия это консультант. Это консультант, да, с научными элементами и все. У нас есть ряд базовых кафедр на предприятиях железной дороги, и широко сейчас развивается сетевая форма взаимодействия с предприятиями ООО РЖД. То есть мы выпускаем практикоориентированных специалистов. Не просто теоретиков, а тех людей, о которых Дмитрий Валянович как раз сказал, что у них очень короткий срок адаптации. То есть они приходят на работу уже сразу через 2-3 месяца. То есть все для них знакомо. Они три вида практики там уже прошли. Дипломный проект там писали. Возвращаются к своим родителям на ту же линейную станцию, к тем же своим школам и продолжают такие славные традиции железнодорожников. Дмитрий Валянович, скажите мне, пожалуйста, на какие специальности вы сейчас проводите набор? Какие специалисты вы обучаете? Может быть, с учетом динамично развивающейся транспортной отрасли, какие-то новые специальности? Ну и озвучите для абитуриентов, которые хотят поступить к вам в ВУЗ, что нужно, чтобы к вам поступить? Ну и, конечно, какая стипендия сейчас у ваших студентов? Спасибо за вопрос. Ну, традиционные железнодорожные специальности, безусловно, они остаются, они востребованы. И наиболее востребованная из них – это специальность эксплуатации железных дорог. Ну, это всегда была и, с одной стороны, самая массовая специальность, и, с другой стороны, самая востребованная, и с точки зрения построения карьеры наиболее перспективная специальность. Кстати, в этом году мы получили уникальное оборудование, то есть самая большая, скажем так, компьютерная игрушка на территории Самарской области стоит у нас на заводском шоссе. Это тренажер виртуальной сортировочной горки станции Кенель. Одновременно там обучение четыре человека могут проходить. Причем степень симуляции процессов такова, что непосредственно человек, обученный на этом оборудовании, он может идти прямо, хоть завтра выходить в смену в качестве дежурного по горке на станции Кенель. То есть, фактически, там визуализация стопроцентная. Далее, второй. Традиционно востребованы специальности, связанные с эксплуатацией и строительством железных дорог. То есть, это искусственные сооружения, путепутевое хозяйство. Стремительно сейчас происходит обновление в этой области. Бестаковой путь, скорости растут. То есть, мы наконец-то заговорили о скоростях 120-140 км в час. Уже не в плане как высокоскоростное движение, а как именно для обычного. Поэтому, соответственно, требования качества пути растут. Это очень сегодня перспективное направление. Традиционно также востребовано. Есть, конечно, специальности электромеханического направления. Это электрический транспорт. Там, соответственно, есть направление подготовки городской транспорт и железнодорожный электрический транспорт. Есть специальности вагоны. Это вот вся традиционная восьмерка железнодорожных специальностей, она сохранена. Пусть они сейчас группированы в пять укрупненных групп специальностей, но вся классическая железнодорожная восьмерка есть. Кроме того, направление IT, то есть информационные технологии на железнодорожном транспорте у нас тоже привязка. Вообще информационная система железнодорожного транспорта является старейшей в стране. С конца 60-х годов эта система существует раньше, чем в банках. То есть продвинутые молодежи. У нас есть реальные объекты. Соответственно, сегодня РЖД тоже является компанией, хозяйствующей по этому вопросу экономической безопасности. Существует поэтому это и закрытие, и создание информационной безопасности направленной. Этим тоже вещам мы учим. Условно говоря, есть IT-шный блок. Приходите, это все у нас имеет свою специфику, привязано. Естественно, выпускники IT-шных специальностей могут работать где угодно. Так же, как экономисты. Если мы готовим экономистов или финансистов, конечно, мы ориентируемся на железнодорожный транспорт. И в качестве примерной базы прохождения практик это, конечно, предприятие железнодорожной отрасли. Но выпускники востребованы везде. Мы отлично сейчас взаимодействуем с банками, с крупнейшими. То есть Сбербанк, Абсолютбанк, ВТБ-24 группа, с Газпромбанком мы сейчас очень серьезный проект реализуем, с Альфа-банком. Наверное, еще и заказ на специалистов. Да, безусловно. То есть ребята, которые обучаются на экономических специальностях, они активно в банковской сфере разбираются. И тоже наши выпускники в этой части востребованы. Что еще сказать про УЗ? По гендерному принципу у нас тоже очень сбалансированы. Потому, у нас есть мужские специальности, тоже есть время женские. Поэтому у нас такая хорошая атмосфера. У нас очень такая благожелательная атмосфера. Не надо думать, что здесь только мальчишки и здесь казарма. Нет, мы светские в этом плане университеты. Наши ребята, они нормально вливаются в любые коллективы, умеют руководить, потому что это все мы на этапе студенчества отрабатываем. Что же нужно, чтобы поступить к вам? Значит, два слова все равно стипендия добавлю. Стипендия у нас есть, как и во всех университетах, она социальная или академическая стипендия не существует. Размеры такие же. Но, плюс к этому, есть стипендии, которые выделяются акционерным обществом. Порядка десяти для разных технических специальностей есть свои стипендии. Поэтому лучшие студенты, которые получают, допустим, стипендию губернатора, есть стипендия правительства Самарской области, есть, скажем так, Министерство транспорта выделяет стипендии. Есть студенты, которые получают стипендии по 50 тысяч в месяц. То есть, это, собственно говоря, это студенты получают. Поэтому, на самом деле... Для этого просто нужно хорошо учиться. Да, сегодня система, допустим, отрешливые стипендии как? Ребята заявляются, проходят отбор, то есть, собственно говоря, тестовая система, отбираются претенденты, ну и, соответственно, те ребята, которые отобрались, соответственно, акционерное общество им платит. Потому что сегодня идет борьба за мозги. То есть, на рынке труда востребованы очень выпускники, которые имеют определенный уровень. То есть, за наших... Они же тоже разные наши выпускники, да? То есть, соответственно, у хороших ребят, которые активны, которые хорошо учатся, у них, конечно, сразу открываются перспективы карьерного роста. И когда платят стипендии, ребят же замечают тем самым. Их начинают уже вести кадровые службы, да, на втором-третьем курсе они уже их видят и ведут. Это, конечно, нужно тоже учитывать. Это то, что у нас есть. Теперь, что нужно для того, чтобы поступить на инженерные специальности? Нужно обязательно сдавать физику, потому что поступить на инженерные специальности и не сдав ЕГЭ по физике невозможно. Это сразу, это самая вот сложная часть программы. Есть, конечно, программы, на которые можно поступить, не сдавая физику, но это, скажем так, то, что не финансируется из бюджета. Это то, что финансируется... То есть, у меня сюда платные специальности. Да, это платные специальности. А на бюджет, конечно, у нас огромное количество. В этом году 637 мест было бюджетных. Это большая очень цифра. Конкурс какой был? Конкурс, опять-таки, он разный. Всего там более 5000 заявлений подано. Но сегодня мы обычно считаем по аттестатам. По аттестатам в общей сложности находилось примерно 700 у нас было оригиналов аттестатов. А вот на 600 этих самых 37 мест где-то выполнили с очень высоким баллом по каким-то специальностям, по престижам. По менее престижам, конечно, было меньше. Но, тем не менее, мы отличаемся тем, что мы на 10 баллов, допустим, по математике нижнюю планку, ребят, которых мы принимаем, выше минимально допустимы. Потому что мы понимаем сложность освоения инженерных программ и нужен уровень математики достаточно приличный. Поэтому здесь мы, конечно, сами не берем, потому что освоить программу, зачем обманывать ребят, заводить, которые не освоят программу. Конечно, если учиться, сложно, но интересно. Это факт. Я прошу прощения, вот так быстро пролетело время. Пару минут у нас осталось до конца эфира. Я хочу предоставить заключительное слово. Вам и вам почему стоит выбирать сегодня сам ГУПС? Прямо буквально. Пожалуйста, Илья Михайлович. Высокоскоростный. Да, железнодорожный транспорт так как развивается, высокоскоростное движение развивается, развивается различные виды подвижного состава развивается. Ну и, во-вторых, почему надо выбрать? Надо выбрать по той простой причине, что, закончив железнодорожный вуз, выпускник получает гарантию. Гарантию трудоустройства, хорошо оплачиваемой работы. Это карьерный рост, быстрый и довольно хороший карьерный рост. Это возможность работать в различных совершенных организациях. Это специалисты достаточно широко у профиля выходят. Хотя и специальности узкие называем, но на самом деле очень широкие. Ну и перспектива. Та перспектива, о которой мы говорили, это строительство высокоскоростных магистралей. Это новое локомотивостроение, новые пути и так далее и так подобное. То есть это динамично развивающиеся специальности, которые будут востребованы еще многие-многие десятилетия вперед. И, ну и естественно, и специалисты будут востребованы много-много лет вперед еще. Краткое слово, конечно, для Денина. Хорошо. Ну и на мой взгляд, сегодня Самара, она просто обречена стать центром развития высокоскоростного транспорта. Подписано соглашение о создании высокоскоростной магистрали Пекин-Москва. Оно будет реализовываться в следующие 10-15 лет. И Самара уже сегодня определена как центр именно скоростного движения. Уже пошли скоростные поезда на Пензу. Весной ждем запуска на Саратов. То есть по Увовскому региону именно из Самары будут скоростные. То есть это самые-самые современные технологии сюда придут. Сегодня железнодорожный транспорт – это почти космос на Земле. То есть современные локомотивы – это сложнейшие технические устройства, управлять которыми может только высококвалифицированность специалистов. Интересно и, соответственно, и престижно, и в финансовом плане тоже интересно. Спасибо вам. Поэтому к нам. Конечно, только Самгуб. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.